Баскетбольный клуб Нижний Новгород выходит на паркет Кырканагорный, не досчитавшись нескольких игроков основы. Из-за боем из Орна Лукича выпали Остапкович и Бабурин, плюс еще долечиваются Беленицкий и Хвостов. Есть и положительные моменты. На площадке уже в первой четверти появляются Платонов и Торопов, которые ждали своего шанса. Правда, первая четверть идет в актив именно гостей. Калев быстро набирает свое преимущество и ведет в плюс 10, но тайм-аут Лукича идет на пользу НН. Они почти догнали к малому перерыву в 17-20. А вот во второй четверти не даже вышли вперед. Гости на последних секундах сравняли счет и перед второй половиной равный по 33. Третья четверть остается также за гостями 47-52. Нижний отстает, да и четвертая проходит в том же русле. НН пытается догнать по счету, а Калев только набирает преимущество и за две минуты до конца ведет плюс 10. Баскетболисты Лукича смогли в концовке вернуться в игру, но времени уже было недостаточно. 65-71. Нижний уступает. Поздравляем команду Суперника. Она издала сегодня, зачем я приехал в Нижний Новгород. С одной энергией, с правильным настроем. Мы, наверное, чувствовали, кто другой должен сегодня сыграть игру и постараться попытаться выиграть. Я сам сказал перед началом игры, это подтвердилось, к сожалению. И, знаете, для меня тут несколько моментов, в первую очередь, то есть 12 промазанных бросков под кольцом. Следующий матч баскетболисты Нижнего Новгорода проведут 19 октября против французского Дижона. А это уже Лига чемпионов ФИБО. Служба новостей. Артемий Катков, Алексей Калякин.